Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал! Ну да, это я в шапке. Сегодня с утра читала комментарии на канале по поводу шапки. Ну, народ там возмущается. Шапка не такая, я не такая в этой шапке. В общем, всё не так. Друзья, я неоднократно говорила... Жасик, пойдём, мы гуляем с собаками. Неоднократно говорила, что я шапки не ношу от слова совсем. Всю зиму в России, там какие бы ни были холода, я всегда ходила в капюшоне. У меня шуба с капюшоном, тёплое пальто с капюшоном. И мне этого было достаточно, шапки я не носила никогда. Ну, тут вы знаете, что я заболела. И говорю, ещё, наверное, остатки есть ещё, говорю, в нос. Почему говорю, наверное, потому что у меня одно ухо не слышит. У меня всё моё воспаление отсюда пошло в ухо. И ухо заложено. Естественно, я его лечу, капаю, грею. Ну, в общем, всяческими там методами. Нет, не грею. Всяческими методами. И пока она у меня заложена, время от времени она откладывает. Я начинаю хорошо слышать, а потом опять. Ну, в общем, пока я не избавлюсь от своего насморка, от своего гайморита, который у меня уже, я не знаю, лет 20, наверное, у меня. Ну, вот первый раз пошло это всё в уши. В общем, пока я не вылечусь, я буду ходить в шапке. Тем более, что ветер здесь очень холодный. Вот сейчас я вышла утро ранее. Не ветеринки нет. Нет, не ветеринки. Ну, возможно, к вечеру или там к обеду ветер поднимется. Но когда ветер, он пронизывает до мозга костей, что называется. Очень холодно. Вот прям очень холодно. Несмотря на то, что светит солнышко, несмотря на то, что, в общем-то, ну, ощущается, как тепло. Но как только задувает ветер, всё. Вот прям, вот прям колотун-колотун. Поэтому потерпите. Посмотрите на меня в шапочке. Нравится вам это или нет, ну, придётся смириться. Ну, кому, короче, кому я не нравлюсь в шапке, можете выключить. Что мы делаем сегодня? Вот немножко сейчас погуляем с тузиками, с моими. И у нас с Таней намечена сегодня поездка. Очередная поездка по магазинам. Продолжаем делать покупки, шоппинг. Ну, покупки, естественно, будут в мою новую квартиру. Ну, лично я. Ну, может, там что-то ещё попадётся. Но задача что-то купить в квартиру. Жека, ты запутался. Ой, извините. Вот. Значит, что мне осталось купить из техники? В общем, мы тут всё и так, и сяк складываем, раскладываем. И в эту сторону, и в эту сторону. Это надо, это не надо. В общем, показания меняются практически ежеминутно. В общем, что мы решили? Я решила не покупать стиральную машину новую. А всё-таки воспользуюсь Таней. Хотя были мысли о том, что, ну, что новая квартира, давай всё купим новая. Вот. Ну, потом всё-таки подумали-подумали. Решили, что не буду я покупать новую стиральную машинку. Но я куплю посудомоечную машинку. И мы уже купили кондиционер. Почему пришлось купить кондиционер? Потому что тот кондиционер, который висит у меня в спальне, он настолько старый, что вот он, по-моему, уже ничего не кондиционирует, а всё наоборот. Вот. И, в принципе, вот прямо сейчас в нём нет острой необходимости, потому что включено отопление, включены батареи. И работать он будет только летом на охлаждение. Но решили купить его сейчас, потому что я думаю, что к лету цены на всю вот эту вот технику вырастут в разы. И тут в Турции ходят упорные слухи про то, что вот с Нового года будет подорожание техники и всего остального. Лучше покупать это сейчас. Осталась, собственно, неделя. Вот. Ну, кондиционер-то мы уже заказали, по интернету уже заказал. А вот посудомоечную машину мы сейчас поедем с Таней, выберем. Ну, во всяком случае, приценимся. Если не купим сейчас, то разглядим, какая нам нравится. И закажем по интернету, привезут и установят, и вообще без всяких проблем. Что ещё ему надо купить? Хочу купить вот эти вот кастрюльки и всё такое. Никак мы до них не доедем, никак не разглядим. Всё то одно, то другое. Ну, и, естественно, тарелки. Тарелки, вилки, ложки. Вот это вот. А, чайник, ещё чайник. Вот. И думаю, что вот что-то из этого мы будем покупать. Не хочу прям вот зацикливаться. Вот надо купить. Вот пошла и купила. Я хочу выбрать. Читала комментарии там. Вот вы только ходите, только смотрите. У вас там зыринг, не шопинг. Ну, понимаете, я не хочу приехать и купить первую попавшуюся вещь. Ну, во-первых, это же не какая-то там одёжка с ЛС Вайкики, которую относил, там месяц-два-три и выкинул. Я же покупаю вещи, которые будут на долговременное использование. Ну, те же самые там, та же самая посудомоечная машина, там, я не знаю, даже посуда. Ну, я понимаю, что она бьётся, но хочется, чтобы она вот была та, которая нравится, а не та, которая вот просто посуда. Ну, вот такая вот я, завороченная. Вот. Поедем, посмотрим. Понравится, купим. Не понравится, поедем в другой магазин. И поедем мы, я так поняла, возле Лек и в Кипу, туда. Там, мне очень нравится там магазин техно... О, нет, нет, как он? Медиамарт. Вот. Техносилы-то у нас. Вот. Нравится этот медиамарт. Там большой выбор, большой ассортимент. И мы обязательно там что-то купим. А вот, что касается... А, ещё шлюстры мне надо. Вот, люстры. Вот никак... Люстры надо ехать в Баухаус. Вот. И ещё я очень хочу посетить магазин Берин. Он мне очень нравится. Девочки там мне на канале говорили, ой, съездите туда, вот вы там всё купите. Я знаю этот магазин, люблю этот магазин. Ездили мы туда неоднократно и покупали там всякие нужды. И по всей видимости, мы туда доедем не факт, что сегодня. Вот. Ну, в общем, вот такие вот грандиозные планы. Кому хочется со мной поехать на шопинг, добро пожаловать. Поехали. Ну, а кто не любит шопинг? Ну, не знаю. Значит, посмотрите, что-нибудь другое. Я очень люблю ходить по магазинам. Нет, я не люблю ходить по магазинам. Я люблю рассматривать потом покупки. Вот, знаете, приехал домой, разложил это, это распаковал, это распаковал. И сидишь, наслаждаешься, ой, какая вещичку какую я прикупила. А вот само хождение по магазинам меня, если честно, утомляет. Вот. Ну, очень люблю разглядывать покупки и свои, и чужие, кто что купил. Вот, очень люблю. Ну, вы, наверное, тоже многие. Ну, всё, заболталось, поехали. Мы приехали в магазин. Вот сейчас найду специально показать магазин, в котором мы покупали плиту, вот эту вот фу колонку. Вот этот магазин, вот оно, вот его название, находится он в Кипа, торговый центр Кипа. Здесь на втором этаже большой медиамат, а на первом этаже Мигрос. И вот этот вот магазин. Сейчас я вам покажу вот ассортимент, девочки, кто спрашивал. Вот такая вот у Тани. Вот. Цены смотрите сами. А вот такая вот у меня. Да, вот твоя. Вот у тебя хорошие вот эти вот, мне нравятся, что они такие вот большие. Получается, она вот эта вот, ну, наверное, пять тысяч лир стоит. Тысячу четыре восемьсот. Ну, сейчас я сняюсь сказать. Тысячу четыре шестьсот, а ты покупал за четыре. Да. Шестьсот лир под него за неделю. За неделю, да. Ну, тут вот есть ещё такая серенька. Ну, вот другой фирмы, видите. Мне, вот, мне хотелось именно такого цвета. Вот это, правда, ещё. Ничего, но у неё чёрная вот эта штучка. И вот такой. Кстати, газовую плиту у меня так и не подключили. Курс сегодня должен позвонить в сервис. Вот видите, смотри, какие прикольные. Ага. С такими, да? Может, такие удобные даже. Ну, вот такие, да. Они хорошо, вот это прогревается, вот эта вот часть. Вот эта. И долго остывает, и, ну, тушится вот хорошо. Напротив магазинов, в которые мы приехали, вот Кипа, видите, там вывеска. Вот сразу у вас делег. Чтоб ориентироваться. Ну, наверное, все знают, кто здесь местные проживает. А мы идём вот сюда, вот в этот магазин, Медиамарт. Здесь я покупала холодильник. И мне кажется, что это магазин с самым большим выбором техники в Анталии. Ну, я не буду вам показывать, как я выбираю, не выбираю. Я просто вам скажу, выбрала или не выбрала. А потом уже, когда привезут, по факту установку и всё такое вы уже увидите более подробно. В общем, побывали мы в магазине, в этом, в Медиамарт. Я купила чайник. Вот он он. Вот ещё один товарищ. А сейчас там Таня оформляет на меня интернет в квартиру. А мы тут смелее к столуемся. Она откушала немножко. Сейчас мы подождём Таню и отправимся дальше. Мы вернулись домой после магазина Кипа, после того, как мы купили посудомоечную машину. Её, кстати, привезут только через неделю. Ну, никто никуда не торопится, никто никуда не опаздывает. Как раз вот тут новогодние праздники, там то-сё. Ну, и приедет моя посудомоечная машина. Особой нужды у меня в ней нет. Ну, я так думаю пока. Но у меня девочки на канале, все уверяли, что Лена, вы не знаете своего счастья. Вот когда у вас будет посудомоечная машина, вы поймёте, что она вам была крайне как необходима. Но вы знаете, я об этом тоже уже подумала. Потому что, ну, вот я вижу, я покупаю сейчас посуду новую. И там стаканы, чашки, ложки. Всё это надо перемыть. То есть расход воды, если я буду стоять, это каждую буду мыть, это будет очень большой. А я загружу всё это в посудомоечную машину. И, естественно, всё это будет процесс быстрее и экономнее. Ну, даже не в этом дело. Я надеюсь, что ко мне будут приходить гости. И посуда у меня будет та, которую нужно будет мыть. Ну, а нет, раз в месяц воспользуюсь. Ну, и то хорошо. Пусть она будет. После Кейпа мы поехали в магазин «Бери». Многие им там советовали, им поехать именно туда. Я люблю этот магазин. Мы там бываем, мы там покупаем. Я там покупала, кстати, отличную плёнку на стол, такая толстая-толстая. У меня в России был стеклянный стол. И он очень сильно корябался. Прям вот по нему царапины были. А я купила вот эту плёнку прозрачную, застелила. И как оно было, стол прозрачный, так он и остался. Но он был защищён уже вот этой плёнкой. И Галя, кстати, на стол тоже привозила такую плёнку. Ну, и кроме того, там и другие вещи мы там покупали. Мне очень там нравится. Купили там много чего. Что много чего я там купила, я вам покажу в следующем видео. Но будем разбирать покупки. Я люблю это делать ужасно. А сейчас я с вами хочу попрощаться. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok